Итак, мы с тобой добрались до урока номер два. Сегодня мы узнаем, что такое визуализация данных, как сделать простейшую визуализацию, даже если ты не особо знаком с какими-то специализированными программами, для чего она нужна и как она нам поможет. Добрый день, уважаемые участники! Сегодня с вами снова я, Софья Фомина, на наставник трека по кибер-гигиене и работе с большими данными. Прекрасно понимаю, что вам уже не терпится приступить к выполнению задания и хочется получить конкретный инструментарий. Однако наш трек предполагает достаточно творческий подход. И выбор инструментов, так же, как и методика, выбор источников и прочее, остается за вами. Но сегодня я в продолжении нашей прошлой темы расскажу вам немного о такой вещи, как визуализация или данные в картинках, короче говоря. Зачем нам нужна визуализация? Медицинские исследователи установили, что если в инструкциях лекарства находится только текст, человек усваивает из нее 70% информации. Достаточно много. Однако, если в инструкцию добавить картинки, человек усвоит 95% информации. Представить результаты своих исследований можно самыми разными способами. Сегодня мы с вами познакомимся с такими разделами нашей темы. Это возможность визуализации, виды графиков, влияние типа представления на восприятие ваших рецепиентов или ваших зрителей, а также рассмотрим некоторые инструменты визуализации. Что же такое визуализация? Это наглядное представление массивов различной информации и существует несколько типов этой визуализации. Во-первых, обычное визуальное представление количественной информации в схематической форме. В этой группе можно отнести всем известные круговые, линейные диаграммы, гистограммы, спектрограммы, таблицы и различные точечные графики. Выбирая здесь из нескольких вариантов, необходимо учесть, что ваш выбор будет напрямую влиять на восприятие зрителя. И поэтому на ваш выбор должен влиять как тип данных, так и цель вашей визуализации. То есть, подумайте, что именно вы хотите донести до вашей аудитории. Каким образом данные, которые у вас есть, связаны между собой? Самый простой способ сформулировать главную мысль к вашему графику – это вынести ее в заголовок. Инстаграммы, диаграммы или любого другого способа. Для визуализации двоичных данных можно, например, выбрать круговую диаграмму, как здесь на экране. В заголовок у нас вынесено название «гендерный состав». Что такое гендерный состав? Это разница по половому признаку. Мальчик у нас в данном случае, мальчиков получается примерно три четверти, и где-то четверть круга занимают девочки. Чего не хватает на этой круговой диаграмме? Как вам кажется? Хорошо бы увидеть процентовку, чтобы все-таки не гадать. Ровно четверть здесь или немножечко наш глаз нас обманывает. Так вот, данные, которые фиксируют, произошли какие-то события, либо нет, обладает ли объект каким-либо свойством, либо нет, известны как бинарные или двоичные данные, поскольку они могут выражаться только двумя значениями, да или нет, более на здоров, мальчик или девочка. Данные при визуализации могут быть также преобразованы в форму, усиливающую восприятие и анализ вашей информации. Например, существуют карты, полярные графики, временные линии, графики с параллельными осями, диаграмма Эйлера, которую вы видите на экране. Что такое диаграмма Эйлера? Это круги, на которых расположены какие-либо данные. Эти данные пересекаются между собой, эти показатели. Естественно, то есть есть места, где между собой пересекаются два типа данных, есть места, где три, а есть места, которые являются общими для каждого круга. Чаще всего в ядре, в серединочке, вот здесь у нас красный лепесток, красная середка, в серединке будет ядро, либо та часть данных, на которую мы с вами опираемся в нашем исследовании, либо то, к чему мы, собственно, и ведем речь. Зачем нам нужна концептуальная карта, которую вы видите на экране? Концептуальная карта – это часть концептуальной визуализации, которая позволяет разрабатывать сложные концепции, идеи и планы. В данном случае вам могут также пригодиться диаграммы Ганта, графы, составляли, наверное, графы, да, если вы занимаетесь на занятиях по кибергигиене, по большим данным. Графы – это когда схематично представлены, например, пути, да, то есть существует ли связи между объектами, как они расположены относительно друг друга, достаточно интересный способ представления данных. На концептуальной карте стрелочки у нас показывают, как движется наша мысль, каким образом она подводит нас к определенному концепту и как все составляющие этой карты связаны между собой. Стратегическая визуализация. Она переводит в визуальную форму различные данные об аспектах работы, например, организации. Это всевозможные диаграммы производительности, жизненного цикла, графики структуры. На экране вы видите цену и производительность процессоров Intel, да. Синие столбики этой гистограммы – это цена, оранжевые столбики – это производительность. Что, какие выводы мы можем сделать, подумайте. Ну, конечно, цена растет значительно быстрее, да, то есть цена изначально была намного ниже той производительности, которую выдавали процессоры в самом начале, да. Затем производительность стала расти, но достаточно на небольшую долю, если посмотреть общую, общую вот эту вот кривую, да. Можно даже нарисовать на экране вот так вот линию, и мы увидим, что эта линия будет более пологой у графика производительности и более крутой подъем будет у цены. Получается, что цена опережает прогресс. Графически организовать структурную информацию можно с помощью пирамид, деревьев, карданных. Здесь нам помогает метафорическая визуализация. Яркий пример такой визуализации – это карта метро. В чем ее метафора? Ну, конечно же, в том, что метро метро не располагается ровным кругом. Точно так же, как и дороги, рельсы, которые проложены между станциями, это не прямые линии, да. Но мы упрощаем эту картинку, мы рисуем метафорический круг и вдоль этого круга располагаем различные узлы. Немножко напоминает даже Графа чем-то, да. Существует также комбинированная визуализация, которая позволяет нам объединить несколько сложных графиков в одну схему. Наверное, хороший пример – это карты с прогнозом погоды. Не забывайте главное правило. Одна диаграмма – одна идея. Не старайтесь на одном графике показать все найденные с вами связи и мысли, да. Такие диаграммы будут перегружены и слишком сложны для восприятия. Вспомнив опыт мерчендайзеров и средств массовой информации, можно подойти к визуализации с двух разных сторон. Например, можно показать график заболеваемости, а можно график выздоровления. Такая форма подачи называется эффектом фрейминга. И он интуитивно понятен и хорошо документирован. Например, смертность 5% звучит и воспринимает на хуже, чем выживаемость 95%. Указание фактического количества заболевших и их процентной доли также может создать впечатление о повышении риска, поскольку эту величину можно представить как группу реальных людей. Давайте приведем пример из нашей любимой книги Дэвида Шпиггельхальтера. Классическим примером того, как фрейминг меняет эмоциональное восприятие какого-нибудь показателя стали плакаты, которые появились в 2011 году в лондонском метро. На этих плакатах было написано, что 99 молодых лондонцев не совершают серьезных насильственных преступлений. Предполагалось, что такие заявления будут способствовать спокойствию пассажиров. Но, однако, мы с вами, как исследователи, могли бы изменить их эмоциональное воздействие с помощью двух простых вещей. Во-первых, с помощью заявления, что 1% молодых лондонцев совершают серьезные преступления. Во-вторых, мы можем посчитать, что население Лондона составляет около 9 миллионов человек. Возраст примерно 1 миллиона из них от 15 до 25 лет. И если считать эту категорию молодежью, получается, что в городе проживают 1% от миллиона или 10 тысяч агрессивно настроенных молодых людей. Такая цифра звучит удручающе и уж вовсе не ободряет. Обратите внимание на две хитрости, используемые для манипулирования воздействием таких статистических данных. Переход от позитива к негативу и превращение процентной доли в фактическое количество людей. В идеале, если мы хотим с вами беспристрастной подачи информации, то, чего требуем мы, организаторы трека, нужно давать как положительные, так и отрицательные значения. Хотя даже порядок столбцов в таблице может влиять на интерпретацию. Вернемся к предыдущему слайду и посмотрим. Допустим, мы с вами решили посмотреть, сколько было сделано вакцин, прививок, введения каких-либо вакцин в разных больницах вашего города. И мы расположим вот здесь, в больнице, по степени количества сделанных вакцин. Допустим, вот здесь у нас будет больше всего вакцин сделано в больнице, а вот здесь, допустим, меньше всего. А вот эти линии будут означать количество успешных вакцин, то есть тех, которые прошли без осложнений и побольше их эффектов. Вроде бы не сильно отличается, то есть в принципе все больницы молодцы, все вакцинации прошли успешно. Терапевты хорошо осмотрели своих пациентов и все прошло благополучно, за исключением каких-то редких случаев. Но если мы с вами возьмем и масштабируем этот график, возьмем лишь часть его, ту часть, которая одинакова у всех больниц, например, то есть все больницы дошли до показателя 70%, а потом у них пошла разница. Мы отрежем этот кусочек графика и возьмем только вот этот. Вот он. Мы взяли концовку и растянули. Согласитесь, в таком виде разница просто ужасающая. Получается, что вот в этой больнице количество успешных случаев будет минимальным по сравнению, скажем, вот с этой или вот с этой. Так вот, это допустимо, если вам нужно показать действительную разницу. Если речь идет о больших числах, можно укоротить ваши столбцы, сделать другое масштабирование. Так, я, наверное, потрогала микрофон. Фиг знает сейчас. Можно укоротить наши столбцы, сделать другое масштабирование, ну, как будто бы вы сделали зум, да, наехали на географическую карту и посмотрели чуть более крупно. Если же мы посмотрим вот это, гистограмму, то здесь вы видите иное расположение. То есть получается, если это количество успешных случаев, прививок, то здесь мы располагаем по этому количеству, да. Больницы, естественно, названия у нас перемешаются. Что же получится? Получится. И что же получится? Блин, у меня стул треснул. Что же получится? Получится рейтинг. Такие рейтинги очень любят у нас СМИ и официальные порталы, да, где пользователи имеют возможность сравнить услуги разных поставщиков, либо разных коммунальных служб и прочее. Но такие рейтинги, они не всегда объективны. Допустим, сюда могут входить больницы, как детские, так и больницы, у которых, например, большая часть клиентов – пожилые люди. Ну, то есть это какая-нибудь сельская больница, например, да. Естественно, что эти две категории больше подвержены каким-то побочным эффектам, сложнее приносят прививки, чем обычные взрослые люди. Соответственно, когда вы составляете такие рейтинги, нужно учитывать те данные, которые остались за кадром. Давайте теперь введем удобное, важное понятие, которое поможет нам выйти за рамки простых вопросов, типа «да» и «нет». Как мы видим, их не всегда достаточно. Существуют качественные переменные. Переменной называется любая величина, которая может принимать различные значения в разных обстоятельствах. Это очень полезный сокращенный термин для всех видов данных и наблюдений. Если бинарные переменные могут принимать только два значения, да или нет, например, жив человек или мертв, женщина он или мужчина, значения могут отличаться у разных людей, даже у одного человека в разные моменты жизни. Качественные или категорийные переменные – это переменная, которая может принимать одно, два и более значений, попадающих в ту или иную категорию. При этом категории могут быть неупорядоченными. Страна рождения человека, цвет автомобиля, на котором ездят, больницы, где делали операцию. А также упорядоченные, как вы видите на экране, воинские звания имеют совершенно конкретный порядок. А также это могут быть сгруппированные числа. Например, существуют в медицине пороговые значения, например, количество лейкоцитов у вас в крови. Для отображения качественных данных часто используются круговые диаграммы, что позволяет составить представление о размере каждой категории по занимаемой ею части. В круге. Например, зеленая часть – это, допустим, категория озеленения. Синяя часть – это категория пресной воды. Красная часть – это, например, неплодородные земли. И так далее. Однако здесь вероятны проблемы с наглядностью. Например, при попытке изобразить на одной диаграмме слишком много категорий или использовать трехмерное представление, искажающее площади. Посмотрите, зеленая часть круга кажется больше, чем розовая, но по факту они практически одинаковые. Эта иллюзия создается из-за объемного расположения круга в пространстве. Лучше такого избегать. Красиво, конечно, но не очень функционально. Использование же сразу нескольких круговых диаграмм тоже не очень хорошая идея, поскольку это затрудняет сравнение относительных размеров областей разной формы. Лучше всего сравнение проводить с помощью гистограмм. Ну, то есть столбиков, которые мы с вами видели на прошлом слайде. При этом хорошо видна разница в высоте или длине. Вот еще пример гистограмма. Давайте зададимся вопросом. Вопрос к специалистам по фейкам. Каков риск развития рака от употребления сэндвичей с беконом? Каждому из нас знакомы громкие заголовки в СМИ, предупреждающие о том, что какая-то вполне обыденная вещь увеличивает риск возникновения чего-нибудь плохого. Зачастую это вбросы конкурентов, которые хотят опорочить имя известного бренда, чтобы поднять продажи своего. Но это не всегда так. В ноябре 2015 года Международное агентство по изучению рака, или МАИР, Всемирной организации здравоохранения, объявило обработанное мясо канцерогеном группы 1. То есть отнесло его к той же категории, что табак. Естественно, это привело к появлению устрашающих заголовков. Как Дейли Рекорд написала, что, по мнению экспертов, бекон, ветчина и сосиски подвергают такому же риску развития рака, как сигареты. МАИР попыталась подавить панику, подчеркнув, что попадание в группу 1 всего лишь говорит о существовании повышенного риска рака, а не о реальной величине самого риска. Сам черт ногу сломит. Так вот, в пресс-релизе МАИР сообщал, что ежедневное употребление 50 граммов обработанного мяса связано с получением риска развития болезни на 18%. Ну, звучит тревожно. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся. Величина 18% известна как относительный риск, который отражает разницу в опасности развития болезней у двух групп людей. Первая группа – ежедневно употребляющие 50 граммов обработанного мяса. Ну, например, кто-то ест сэндвич с двумя ломтиками бекона каждый день на завтрак. Вторая группа людей – не ест сэндвич. Статистики наложили этот относительный показатель на каждую отдельную группу риска и посмотрели, какие абсолютные значения он принимает в каждом случае, что позволило выявить абсолютный риск, исходя из категории, из характеристик каждой группы. Так вот, ученые пришли к выводу, что при нормальном ходе вещей всего примерно шестеро из каждых ста человек, которые не едят бекон ежедневно, могут заболеть. Если же сто таких человек ели бы бекон ежедневно всю жизнь, то, согласно отчету моим, можно было бы ожидать, что больных будет на 18% больше. Но 18% больше от 6 из 100 – это 7. 7 из 100 – один дополнительный случай заболевания простой человек. Это при том, что они должны ежедневно есть тяжелую пищу в течение дня. Но звучит это вовсе не впечатляюще. Итак, мы с вами сейчас увидели более объективную картину. И нужно уметь отвечать то, что действительно опасно, от того, что только выглядит пугающе. Пример с сэндвичем показывает, что риски полезно выражать в ожидаемых частотах. То есть вместо того, чтобы обсуждать доли или вероятности, эти 18% непонятные, можно задаться вопросом, а что это означает для группы в 100 или 1000 человек? Психологические исследования продемонстрировали, что такой метод улучшает понимание. А обратный метод, вот тот, что про 18%, его можно считать манипулятивным, создающим преувеличенное впечатление от наступления опасности. В данном случае лучше, самым удачным для визуализации будет выбор пиктографической диаграммы. Вот такой вот, как на экране. Как видите, пиктограммы случайным образом разбросаны среди ста изображений. Хотя такое рассеяние усиливает впечатление непредсказуемости. Его следует использовать лишь в том случае, если одна дополнительная диаграмма, пиктограмма будет выделена, как вот этот заштрихованный человечек. Тогда, в принципе, для быстрого визуального сравнения этих двух картинок не нужно считать. Вы заметите, что один человечек отличается. Лучше, конечно, было бы выделить его цветом. Под шансами на событие понимается отношение вероятности его наступления к вероятности того, что оно не произойдет. Так вот, проще всего сказать, что шанс заболеть у людей, которые не кушают бекон каждый день, составляет 6 к 94. То есть 6 шансов заболеть и 94 шансов не заболеть. Звучит достаточно утешающе. Какие же выводы мы сегодня с вами сделаем? Во-первых, бинарные переменные принимают только два значения – «да» или «нет». Информацию о нескольких таких переменных можно выражать в виде доли случая, которую составляет какая-то из них. Второе. Положительный или отрицательный фрейминг может повлиять на эмоциональное восприятие данных. Третье. Ожидаемая частота событий обеспечивает понимание и правильное представление об их важности. Так что имейте в виду, если вы хотите донести до жюри, что ваше исследование действительно важно и актуально, покажите нам, какова ожидаемая частота распорядкованных событий. Следующее. Отношения шансов можно оценивать в научных работах, но не стоит использовать их в обычных публикациях. Иначе это будет похоже на манипуляцию. И, наконец, последнее. Визуальное представление информации должно быть тщательно продумано с учетом особенностей его восприятия. И не забудьте, что визуализация это мощнейший инструмент. Порой достаточно одной лишь визуализации, чтобы задаться новыми вопросами. Это толчок для дальнейших исследований. Визуализация помогает нам увидеть то, чего мы не смогли достичь путем ментальных каких-то вычислений. Но, как и все инструменты, визуализацию нужно применять своевременно и очень грамотно. В противном случае информация может сыграть с вами злую шутку и будет воспринято неправильно. Теперь немного об инструментах. Наверняка, каждый из вас имел дело с пакетом Microsoft Office. Можно использовать таблицу и цель для того, чтобы создать какие-либо графики и диаграммы. Например, мальчик мой мальчики 45 мяночки 23 родители 67 Вот такая маленькая табличка. Мы ее выделяем. Нажимаем вставку и выбираем тип диаграммы, который мы хотим пользоваться. Вот, пожалуйста, у нас уже появились доли, распределенные согласно значениям. Мы можем вбить название диаграммы двойным челчком, а также поменять ее тип и добавить процентовку. Удобно. Не очень красиво, но достаточно удобно. Также мы можем подступить и в программе Microsoft Word, если она вам уже знакома по школьным занятиям. Точно так же, да, мы можем взять данные из таблицы, либо просто вставить диаграмму и откорректировать ее значение. Рядов может быть больше, категории также может быть больше. Видите, категория это ось Y, ряды это ось X. Точно так же вы можете переименовать диаграмму, поменять ее в стиль и так далее. Если же вы пользуетесь онлайн каким-то редактором, как вот, например, Convac, который я сделала презентацию, вы можете вставить диаграммы прямо здесь. Элементы диаграммы и выбираете нужный тип диаграммы. Можете увеличить количество элементов с заливкой, циферками, хоть ползунком, увеличить интервалы для легкости визуального предприятия, также добавить другой тип диаграммы и поработать с ней. Ваши работы будут оцениваться в том числе и по качеству визуализации выбранного и найденного вами материала. Итак, мы с тобой на финишной прямой. Остался всего один третий урок. Жду тебя! Игорь Негода.